Это Русский Космос. Здравствуйте в студии Марии Кулаковской. Сегодня рядом со мной один из руководителей самого амбициозного научного проекта в космосе, обсерватории Радио Астрон, старший научный сотрудник Астрокосмического центра РАН, института, который разработал комплекс научной аппаратуры этого мощнейшего радиотелескопа, у которого нет аналогов в мире, доктор физико-математических наук Юрий Ковалев. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, мы поздравляем вас со стартом научных экспериментов. Сейчас дайте нам возможность насладиться масштабом этого проекта. Расскажите, в чем его уникальность и насколько превосходит Радио Астрон все существующие наземные космические телескопы. Основная идея проекта Радио Астрон, это так называемый наземно-космический интерферометр, заключается в том, чтобы позволить нам исследовать объекты с небывалым доселе угловым разрешением. Если сказать более просто, то наземно-космический интерферометр Радио Астрон должен позволить нам исследовать космические объекты с потрясающей четкостью, с такой четкостью, которая раньше доступна нам не была. Если сравнить вот этот параметр угловое разрешение или четкость исследования космических объектов, например, с космическим телескопом имени Хаббла, о котором все знают, наверное, лучше всего, то мы в этом смысле лучше Хаббла в тысячу раз. Радио Астрон работает в четырех диапазонах длин волн. Это 90 сантиметров, 18, 6 и 1,3 сантиметра. И мы должны провести испытания с положительным результатом во всех четырех диапазонах. На сегодняшний день у нас есть положительные результаты в трех из четырех диапазонах, поэтому мы, с одной стороны, уже начали научную программу в тех диапазонах длин волн, которые показали положительные результаты тестов, а с другой стороны, мы еще продолжаем бороться с тем оставшимся, не дающимся нам пока, но очень важным для науки диапазоном, 1,3 сантиметра. Он единственный, очень требовательен к погоде, а с ней нам пока не очень на Земле везло. В космосе дождь и снег не идет, однако на Земле время от времени случается. Несколько месяцев на тестирование систем, летные испытания. И вот первый сигнал от радиоастрона. Научные данные стали поступать в Пущинскую обсерваторию. Аппарат сейчас находится на своей орбите, на удалении от нашей станции порядка 90-100 тысяч километров где-то. Вот с этого расстояния мы, значит, принимаем информацию. Резкий скачок на графике и есть. Начало передачи данных. Это означает, что в поле зрения радиоастрона пульсар в коробовидной туманности. Вот так ее видит антенна спутника. Сигнал из космоса даже лучше, чем ожидали. Теперь надо собрать единую информацию со всех антенн и построить изображение пульсаров, квазаров и знаменитых черных дыр. После этого построения, возможно, будет построение карты изображения, радиоизображения этого источника. И после этого, так сказать, ученые начинают делать выводы о структуре этого источника, о тех процессах, которые там происходят. Вот в этом, собственно, заключается сам процесс радиоинтерферметических наблюдений. У астрофизиков сейчас бессонные ночи. Уйдут еще недели и месяцы, прежде чем мир увидит границы Вселенной. То, что на сленге астрономов, радиостанов, называется грязная карта, получается вот такая чистая карта, вот такая красивая, четкая изображение, где уже параметры вот всех этих струй, этих ядер, черных дыр, уже физически имеют смысл. То есть уже физики, астрофизики могут с ними работать, там выдвигать свои теории и прочее, прочее, прочее. У человечества теперь есть собственные глаза во Вселенной. Можно сказать о том, что после того, как радиоастрон начнет работать, о Хаббле можно будет забыть вообще? Конечно, этого сказать нельзя. Каждый как наземный, крупный, дорогостоящий, так и космический телескоп покрывает свою нишу. И ниша телескопа имени Хаббла очень глубока и широка. Конечно же, мы ее не закрываем. Однако мы закрываем свою нишу, мы наилучшие в мире по параметру углового разрешения. Поэтому то, что для, например, телескопа имени Хаббла и большинства других телескопов мира выглядит как точка, для нас это протяженное изображение, которое мы можем изучать. Простой пример. Если бы Хаббл наблюдал человека, который находится очень далеко от нас, он бы увидел просто точку. Интерферометр наземный, который объединяет себе радиотелескопы, находящиеся на планете Земля, возможно, увидели бы, что это продолговатый объект. А с помощью наземно-космического интерферометра «Радиоастрон» мы впервые смогли бы у этого человека увидеть, что он состоит из рук, ног, головы. И если сильно повезло, может быть, даже и уши заметили бы. «Радиоастрон» заявлен как международный проект. Все-таки хотелось бы знать, насколько велико участие России в нем. Какова составляющая? Наша страна, естественно, запустила его на нашей ракете, на российско-украинской ракете «Зенит». Разгонный блок был построен по имени Лавочкина. И сам космический радиотелескоп был построен российскими фирмами. И лидирующую роль, естественно, играет НПО имени Лавочкина. Вклад международного сообщества, главным образом, в постройки так называемых высокочувствительных радиометров, то есть это усилители, стоящие в фокусе космического радиотелескопа, и усиливающие очень слабый сигнал космических объектов, приходящий нам в чашку, 10-метровую чашку нашего телескопа. Не все, но некоторые приемники, радиометры, находящиеся на борту, построены зарубежными коллегами. Также кварцевые часы, построены зарубежными коллегами. Кроме этого, сегодня крайне важным является вклад международного сообщества в так называемую наземную поддержку проекта «Радиоастрон». «Радиоастрон» — это, наверное, система из около пяти составных частей, и одна из составных частей — это наземные, крупнейшие наземные радиотелескопы, которые расположены как внутри нашей страны, это система «Квазар», 32-метровые чашки, так и за рубежом. Как на этапе строительства, так и на этапе работы энтроферометра мы являемся международной миссией, следирующей ролью нашей страны. Вы сказали, что некоторые исследовательские приборы были изготовлены за границей. Допустим, в России существуют такие микросхемы, которые в России на данный момент изготовить невозможно. Мы их закупаем в Малайзии. Это я, к примеру, фантазирую. Но при этом мы знаем, что в Америке или в Европе они качественнее, они надежнее, но нам их не продают. Вот с такими видами конкурентной борьбы вам приходилось сталкиваться? Вы обсуждаете тот вопрос, который, конечно же, должны комментировать представители НПО имени Лавочкина, которые построили как Фобос-Грунт, откуда растут ноги вашего вопроса, так и построили космический сегмент проекта «Радиоастрон», то, что называется «Спектр-Р». И хоть с Фобос-Грунт у них не всё получилось замечательно, я хочу подчеркнуть, что «Спектр-Р» — это детище того же НПО. И детище намного более успешное, чем Фобос-Грунт. У каждого бывают как удача, так и неудачи. Поэтому я предлагаю, в некотором смысле, может быть, прекратить вытирать ноги об НПО имени Лавочкина, которому кое-что даётся, а кое-что нет, как и, в общем-то, всем большим фирмам, строящим космические аппараты. Если всё-таки вернуться конкретно к вашему вопросу про микросхемы, то я, конечно, не тот специалист, который мог бы комментировать этот вопрос. Но я должен сказать, что, например, радиометры, которые строили для нас зарубежные коллеги, они прошли, естественно, все испытания, как и приёмку космическую. И микросхемы, которые стоят там, я думаю, тоже её прошли. И радиометры были к нам привезены как чёрные ящики, и я уверен, что проблем там с этими самыми микросхемами нет. Кроме того, моя уверенность просто подтверждается результатами наших испытаний. Реальные заявки уже от научных лабораторий, научных институтов есть у вас? Ранняя научная программа, которая идёт сейчас, работает следующим образом. Формулировки задач для ранней научной программы делают международные группы учёных, которые в своё время вкладывали своё время, силы и также деньги своих стран в проект «Радиоастрон». Формулировки этих задач потом выливаются в конкретные идеи, которые также, как заявки, подаются на наземные радиотелескопы. По окончании ранней научной программы, примерно в конце этого года, мы перейдём в фазу открытого конкурса заявок. Вот при переходе в эту фазу любой учёный в мире, или любой человек в мире, включая вас, будет иметь право подать заявку для наблюдений на наземно-космическом интерферометре «Радиоастрон». И в случае, если вы предложите хорошую научную задачу, хорошую идею, которая выиграет этот конкурс, вы получите наблюдательное время на «Радиоастрон». Однако, в этом случае для вас всё только начнётся, потому что потом вам надо будет участвовать в планировании эксперимента. У нас планируется очень серьёзная поддержка учёных, которые желают работать, ставить задачи для миссии «Радиоастрон». И требований, чтобы вы разбирались, грубо говоря, в каждом винтике, конечно же, нет. Мы знаем, что все перед «Радиоастроном» ставятся глобальные задачи, космологические вопросы надо решать, и чуть ли там не возраст Вселенной. Мы узнаем и это изучение чёрных дыр, и тёмной материи. Вот интересно, с чего вы начали, и какие данные уже удалось получить? Ранняя научная программа всё-таки началась относительно недавно, и у нас есть три направления, в которых мы ведём свою работу. Это исследование квазаров, то есть активных галактик, которые находятся очень далеко от Земли, на расстоянии миллиардов световых лет. И понятно, что раз они находятся очень далеко, они выглядят для нас как очень компактные, очень маленькие объекты. И как раз с помощью радиоинтерферометра, наземно-космического радиоинтерферометра «Радиоастрон», мы сможем впервые заглянуть в самую глубину этих объектов. Мы надеемся подойти очень близко к так называемой центральной машине, которая, скорее всего, является сверхмассивная чёрная дыра. То есть это очень тяжёлый объект массой миллиарды солнечных масс. Свет оттуда выйти не может, поэтому называется чёрная дыра. Вокруг неё находится так называемый аккреционный диск, откуда вещество падает на чёрную дыру, и также частично вырывается наружу в виде направленных выбросов очень быстрого релитвистского вещества. Вот это первое направление наших исследований. Мы надеемся подойти очень близко к вот этой вот сверхмассивной чёрной дыре, находящейся в центрах квазаров. Другое направление исследования – это пульсары. Это, опять же, очень компактные, их иногда называют мёртвые звёзды, которые вращаются с очень большой скоростью, и чиркая по нам, по Земле, лучиком, который выходит из пулесов пульсаров, мы можем на Земле видеть такие очень короткие импульсы. Их интересно исследовать как таковые. На основе исследований пульсаров можно даже проверять общую теорию относительности. Но также пульсары крайне полезны, потому что с их помощью можно исследовать характеристики межзвёздной среды, то есть того вещества, той плазмы, которая находится между нами и пульсарами. И третье направление – это протозвёзды, то есть это области, где рождаются звёзды. И вот с помощью исследований с радиостроном мы надеемся лучше понять процесс рождения звёзд. Пульсары или нейтронные звёзды – это то, во что превращаются звёзды после своей гибели. Они взрываются, быстро закручиваются, появляется шар с железной оболочкой и огромные силы притяжения, излучающие волны. Вращающееся магнитное поле, сильное, создаёт электрическое поле. Электроны движутся, ускоряются, а где-то тут счастливый наблюдатель их видит. Поскольку это вращается, то происходит с периодом вращения, импульсы поступают. Пульсары открыли английские астрономы в 1967 году. Информация долго была секретной. Думали, что это сигнал внеземных цивилизаций. Ведь не могут природные объекты давать радиосигналы, которые повторяются со строго периодичностью. Привлекали даже шифровальщиков. Если бы мы захотели с кем-то вступить в контакт, например, можно передавать какое-то осмысленное сообщение, а можно подавать позывные. Позывные никакой информации не несут, только говорят, что мы есть. Какие бы позывные тогда сделали? Импульсы вот такие, периодически следующие, которые вроде бы в жизни не должны образовываться. Пока не открыли пульсары, так думали. Идею использовать пульсары для сверки земных часов предложили российские учёные. Точность звёздных импульсов превосходит атомный эталон на несколько порядков. Получается, что вскоре на вопрос, который час человечеству будет отвечать Вселенная. Какие наземные телескопы будут участвовать в программе наблюдений? Крупнейшие наземные радиотелескопы, их время настолько дорого, что его раздают бесплатно под самые важные и самые интересные научные задачи. На всех, включая российские, крупнейших радиотелескопов. Их бюджет действительно велик, и их наблюдательное время действительно дорого. И если для вас важно, чтобы эти деньги были вложены максимально эффективно, вы отбираете научные задачи не по национальной принадлежности, а именно пытаетесь отобрать наиболее интересные и наиболее важные задачи. Для науки. Естественно, да. Именно по этой причине крупнейшие, как российские, так и зарубежные радиотелескопы участвуют в проекте «Радиоастрон», и мы за это ничего не платим. Это международные проекты, которые интересны как нам, так и международному сообществу. И практически все крупнейшие радиотелескопы в нем участвуют. Я назову несколько самых известных. Например, 100-метровый телескоп в Гринбенке США, 300-метровый телескоп в Арисиба США, который многие видели в фильме про Джеймса Бонда, 100-метровый телескоп в Германии, в Эффельсберге, украинский 70-метровый телескоп под Евпаторией, российские 30-метровые зеркала, сети «Квазар», есть еще японские телескопы, другие европейские телескопы, австралийские телескопы и так далее. Вот интересно, широкому пользователю все-таки будут доступны те снимки, которые будет получать «Радиоастрон». Я так понимаю, что это, конечно, не Хаббл, это не оптический телескоп, а радиотелескоп, то есть потребуется какая-то обработка вот этих снимков. Да, мы называем это восстановленные изображения. Да, вот эти восстановленные изображения на них можно будет посмотреть? Обязательно, конечно. Было бы глупо скрывать хорошие результаты космического проекта, и, естественно, все новые научные результаты, которые будут получаться в рамках «Радиоастрон», будут доступны как ученым, так и обычным жителям нашей планеты. Но вот снимки, вы говорите, надо восстанавливать, да? А кто будет этим заниматься? Этим будет заниматься как ученые, работающие в нашем институте, так и ученые, работающие в других научных организациях, которым будет доступно соответствующее программное обеспечение, и которым будет доступно соответствующее руководство пользователей, инструкции, следуя которым они смогут проводить эту работу. Это непростая работа, однако мы будем учить тех, кому это интересно. Это выборочные снимки все-таки, или все, которые поступают в Ваше расположение? Естественно, это будет не все небо. Интерферометры не могут получать снимки всего неба. То есть это всегда будут какие-то выборочные объекты, но объекты наибольшего интереса мирового сообщества, естественно. Насколько рассчитан Ваш проект? Сколько будет работать «Радиоастрон» предположительно? И заложена ли в нем возможность ремонта? Мы сможем в случае неполадок отправить туда миссию, такую бригаду ремонтную? Ожидаемый срок работы миссии? Пять лет. Всего пять лет? Ну ничего себе, всего. Пять лет это очень много. Да, есть очень много космических миссий. Хлабло 20 лет? И сколько он стоил? А сколько стоит, кстати, это тоже интересно? Да, это вопрос не ко мне, мне тоже это очень интересно. Я слышал следующее утверждение, что проект «Радиоастрон» «Спектр-Р» стоит сумму, сравнимую со стоимостью «Фобос-Грунт». А так как мы все знаем, сколько стоил «Фобос-Грунт», это 5 миллиардов рублей, я так понимаю, что сравнимую сумму стоил и «Спектр-Р». «Хаббл» стоил, конечно, несравнимо больше, и деньги стоят, я думаю, что больше, чем в 10 раз больше. Мы ожидаем, что «Радиоастрон» будет работать пять лет. Пять лет – это очень неплохо для космической миссии. Есть немалые миссии, которые работают только год. Мы ожидаем, что мы проработаем пять лет, возможно, и дольше. Возможности чинить «Спектр-Р», по-моему, у нас нет, и подобная возможность никогда не была предусмотрена. Я думаю, что она будет стоить настолько дорого, и, наверное, это просто неосуществимо с теми ресурсами, которыми мы сейчас обладаем. Но я должен подчеркнуть, что это не означает, что вот он брошен на произвол судьбы, и что будет, то будет. Нет, например, у нас есть возможность провести коррекцию орбиты. И, конечно же, орбита рассчитана таким образом, чтобы спутник никогда на Землю не упал. Но точность выведения спутника на орбиту – это примерно 10%. «Спектр-Р» был выведен на орбиту с еще лучшей точностью, чем 10%. Орбита спутника эволюционирует. У нас есть возможность ее подправлять, чтобы в какой-то момент не упасть на Землю. И подобная подправка в ближайшее время будет проведена. Если вы сказали, что «Хаббл» стоил в 10 раз как минимум больше, чем «Радиоастрон», я хочу вас спросить, какие же технологии позволили вам сделать «Радиоастрон» в тысячу раз лучше? Речь идет, естественно, программатное количество людей и организаций, в основном нашей страны, но и за рубежом, которые в этом участвовали. Я отмечу несколько технологий уникальных, которые впервые были реализованы в рамках проекта «Радиоастрон». Во-первых, это космический радиотелескоп, который раскрылся как зонтик на орбите вокруг Земли. Он был запущен в сложном состоянии и на орбите раскрылся. Время раскрытия составляло примерно 10 минут. Произошло оно примерно через 5 дней после запуска. Было для нас очень нервным событием. Много в новостях писали о том, что раскрылся он не сразу. На самом деле раскрылся он сразу, однако не сразу удалось зафиксировать 27 лепестков в раскрытом положении. А это именно вот это зеркало телескопа? У нас есть центральная часть, это диаметром 3 метра. И до 10 метров раскрывались лепестки, 27 штук из углепласта. И у нас была очень тяжелая ночь, никогда ее не забуду, с пятницы на субботу. Когда мы в пятницу знали, что он раскрылся, но пока зафиксировать лепестки не удалось. И вот суббота утром пришло известие из МПО, что все закончилось удачно. Насколько я знаю, никогда ранее лепестки, построенные с такой точностью поверхности, а точность поверхности этих лепестков составляет доли миллиметра, не были запущены в космос и никогда не раскрывалась антенна в космосе таким механизмом такого размера. Идея заключается в том, что в основании космического телескопа поворачивалось кольцо, к которому тросиками были привязаны эти 27 лепестков. И вот при повороте кольца тросики медленно раскрывали этот цветок, состоящий из 27 лепестков на орбите Земли. Это очень красиво, это очень красиво, однако я думаю, что это очень непросто. Кроме этого, впервые, я думаю, что это действительно было сделано впервые в истории нашей страны, мы запустили атомные часы в космос. И это, конечно же, первые атомные часы, запущенные в космос, производства русской фирмы «Время Ча». Точнее, мы запустили даже две копии. Наши ракеты настолько мощные, что мы можем поставить даже две копии атомных часов, которые громадные. Это было очень правильное решение, потому что один из стандартов, когда мы ее включили, не захотел работать настолько хорошо, как это от него требуется, поэтому мы сейчас работаем со второй копией, и она работает великолепно. Причина, почему нам нужны атомные часы... Чтобы синхронизировать время, наверное, да? Совершенно справедливо. Нам нужно синхронизировать время с Землей с точностью до атомных часов. И вот построить атомные часы так, чтобы они работали в космосе, это совершенно тяжелейшая технологическая задача, которая была успешно решена российской индустрией для нашего проекта. Помимо красивых картин, которые мы получим от радиоастрона в интернете, какую-то практическую пользу этот проект принесет человечеству? Ответ многоплановый. Во-первых, почему вообще не только наша страна, но и другие страны запускают телескопы в космос? Очевидно, что это достаточно дорогостоящие игрушки для астрономов, и исключительно ради удовлетворения их интереса, наверное, никакая страна, наверное, деньги вкладывать бы не стали. Основная причина постройки и запуска всех этих проектов для всех стран одна. Это вкладывание денег в развитие высоких технологий. Также есть несколько интересных моментов, интересных задач, которые потенциально интересны или полезны обычному смертному, обычному налогоплательщику. Возможно, многие люди слышали о том, что континенты двигаются на планете Земля. Что-то приближается к чему-то, например, полуостров Крым удаляется как от Украины, так и от России. Австралия приближается к Японии со скоростью, наверное, метр в год, если я правильно помню, и так далее. Вот подобные измерения проводятся методом радиоинтерферметрии. Кроме этого, чисто польза для любого налогоплательщика, который пользуется системами GLONASS или GPS. Эти системы для того, чтобы они могли обеспечить необходимую точность измерения координат, им нужно знать с очень высокой точностью параметры вращения Земли. С какой скоростью Земля вращается, какова истинная длительность земных суток, и куда направлена ось вращения Земли. Есть ли уклонение от орбиты. Да, естественно, она прецессирует. Вот эта информация можно получать именно с помощью РСДБ, радиоинтерферометра со сверхдлинной базой, и существует специальная служба, которая этим занимается регулярно. Поэтому радиоинтерферметрия со сверхдлинной базой действительно находится на службе человечества. Какими вы видите будущие телескопы? Это идея нового космического телескопа, который называется «Меллиметрон». Это проект тоже космического телескопа, который будет, мы надеемся, что будет запущен примерно через пять лет на орбиту. Он находится в один из телескопов, находящихся в космической программе нашей страны, утвержденной правительством нашей страны. Идея заключается в том, чтобы запустить на орбиту не вокруг Земли, а вокруг так называемой точки Лагранжа, L2, телескоп, который сможет работать на высоких радиомиллиметровых и субмиллиметровых частотах или длинных волн. Идея заключается в том, что с Земли подобным телескопом уже очень тяжело работать. Атмосфера просто не пропускает это излучение, частично не пропускает. Если вы хотите работать с Земли, вам приходится уходить в горы на высоту несколько километров, и то основное, 90%, если не больше, излучение поглощается. И только уйдя в космос, вы можете проводить ваши исследования во всем диапазоне интересующих вас длин волн и с громадной чувствительностью. — То есть телескопы на Земле будут использоваться в качестве учебных пособий только, да? Все в космос, как вы сказали. — Очень много интересных задач можно делать как на Земле, так и в космосе. — Юрий, я благодарю вас за интервью. Еще раз поздравляем вас с началом ранней научной программы, координатором которой вы являетесь. И все-таки надеемся, что ваш космический цветок совсем уже скоро принесет нам свои плоды, и мы, может быть, поменяем свое представление о Вселенной. — Спасибо. Будем стараться. — Это была программа «Русский космос». Всего самого доброго.